Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Мы продолжаем новости с профессором Ткачевой. И сегодня у нас в гостях эндокринолог, кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории маркеров старения Российского генетологического научно-клинического центра Любовь Викторовна Мачехина. Добрый день, Любовь Викторовна. И сегодня у нас прям такие очень интересные, супер важные новости, о которых мы узнали буквально три недели назад, потому что только что закончился Конгресс Американской диабетической ассоциации, диабетологической ассоциации. И сегодня мы разбираем самые горячие новости с этого Конгресса. И, конечно, Любовь Викторовна, сразу же вам слово, что вы выделили как самое главное, самое важное, самое интересное. Ольга Николаевна, добрый день. Большое спасибо за приглашение. Очень интересно всегда с вами беседовать. И вы абсолютно правы. Действительно, самые горячие новости, как их называют, на всех Конгрессах. Безусловно, выбрать что-то одно из всего огромного Конгресса Американской диабетологической ассоциации, это самое большое объединение в мире, изучающее сахарный диабет, было очень сложно. Но мы остановились, на мой взгляд, на наиболее важных, и в том числе с точки зрения клинической практики и гериатрической практики, потому что мы обсудим исследования, проведенные на пожилых пациентах, исследования, результаты исследований, которые посвящены в том числе новой терапии, как новым инсулином, так и неинсулиновым препаратам, новым прорывным возможностям в лечении сахарного диабета первого типа. И также мы не можем не поговорить о совершенно новых технологиях, которые применяются в том числе в диабетологии, о различных омиксных технологиях, которые мы широко используем везде и в трансляционной медицине. И поговорим о том, как они могут помочь в понимании патогенеза и лечении сахарного диабета. Давайте начнем с первой новости. Потому что агонисты рецепторов глюкогоноподобного пептида первого типа, это такой очень многообещающий класс препаратов. Я бы даже так сказала, он прям модный. Да, вы абсолютно правы. Более того, даже было опасение в определенное время, что будет переназначение этих препаратов пациентам без видимых показаний. Потому что мы помним о том, что некоторые представители этого класса зарегистрированы исключительно как средство сахароснижающей терапии. Например, такие препараты, как виптоза, лироглутит или трулисити, дулоглутит. Хотя они, имея свой такой хороший побочный эффект, также оказывают влияние на снижение массы тела. Но есть и препараты, которые зарегистрированы именно для этих целей. Однако мы прекрасно с вами понимаем, что все равно у пациента должны быть показания для применения этого препарата. Но где-то год назад, когда вышел препарат семаглутит компании Nova Nordisk, был огромный взрыв. И даже в голливудских таблоидах писали о том, что это новое средство красоты. Чуть ли не еще один препарат для такой, как инъекционная косметология. Потому что многие звезды его использовали для того, чтобы быстро снизить вес перед какими-то важными событиями. Однако, если мы говорим о пациентах с сахарным диабетом или пациентах с избыточной массой тела, то для них действительно критически важно уменьшать количество жировой ткани, контролировать свою массу тела, снижать индекс массы тела. И препарат, о котором мы будем сегодня говорить, терзепатит, тоже из группы органистов ГПП-1. Одна из последних формул в этой подгруппе препаратов. И, во-первых, его главная характеристика – это достаточно длительное базальное действие и удобство применения. Потому что это препарат, который мы можем вводить один раз в неделю. И что еще важно, как вот видно наверху слайда, вот на этой клейке, у него очень много различных дозировок. И шаг подбора терапии, в отличие от предыдущих, от его предшественников, он намного более удобен для применения в клинической практике. Это препарат компании Эли-Лили, который тоже гигант на рынке фарминдустрии. И, как и некоторые из его собратьев, органистов ГПП-1, этот препарат изначально зарегистрирован был как средство антидиабетическое. И пока сейчас, хочу подчеркнуть, до 2024 года он одобрен исключительно для применения у пациентов с сахарным диабетом. И особый интерес, конечно, вызывал и также его эффекты по снижению веса. Исследование Сюрмаунт, которое стартовало в начале 2022 года, было посвящено именно изучению эффекта на влияние на массу тела терзипатиды у пациентов с сахарным диабетом второго типа, потому что пока мы не можем назначать его пациентам без сахарного диабета. В исследования были включены пациенты с декомпенсированным сахарным диабетом без достижения целевых значений по гликированному гемоглобину, по крайней мере, в течение последних трех месяцев, с избыточной массой тела и в анамнезе, имеющей хотя бы одну попытку неудачного похудения с помощью диеты. Инъекции терзипатиды проводились в течение года, однако первая отрезная точка для оценки была уже через три месяца, потому что через три месяца мы можем оценить некоторые параметры углеводного обмена, в том числе такие, как гликированный гемоглобин. И когда были опубликованы результаты окончательного исследования, это было начало 2023 года, то общественность, конечно, была поражена, потому что спустя 52 недели приема, это 11 месяцев с небольшим, пациенты демонстрировали великолепное снижение массы тела больше полтора раза, чем на том же семаглутиде компании «Нова Нордиск». То есть пациенты, которые принимали 10 мг, это средняя терапевтическая доза, как мы можем видеть по шкале, снижали свой вес почти на 13,5% или 13,5 кг за год. Это очень хороший темп. И в максимальной дозировке снижали вес практически на 16%. Это тоже очень хороший темп. И пока что ни один из препаратов, агронисты глюкогоноподобного пептида 1, подобных результатов не показывают. Поэтому сразу же после опубликования результата в Сюрмаун-2, компания подала в ДЕИ запрос о том, чтобы зарегистрировать этот препарат, как и средство для снижения массы тела. Конечно, он не дешевый и по рамкам Соединенных Штатов, и по европейским стандартам, но однако он сопоставим с терапией с семаглутидом, то есть они могут вполне конкурировать. И с учетом того, что его эффекты по снижению веса выше, то, возможно, у «Нова Нордиска» появился очень серьезный конкурент. А для наших пациентов с сахарным диабетом, конечно, это тоже большое преимущество, потому что в некоторых случаях мы имеем дело и с морбидным ожирением, когда очень сложно уже влиять на эту массу тела, и инсулин-сенситайзеры или инкретиномиметики так сильно на эту ситуацию повлиять не могут. Препарат пока не прошел регистрацию в России, но мы, естественно, будем этого ожидать. Не знаем пока, сколько это займет, но надо сказать, что он еще и в их день не прошел тоже все шаги регистрации как препарат для снижения веса. Но, конечно, это новость, которая шла во всех основных симпозиумах. Любовь Викторовна, действительно, конечно, вот эти цифры, коллеги, посмотрите внизу, вот эта последняя строчка, это просто какие-то потрясающие совершенно цифры, снижение больше, чем на 15 килограмм в течение 11 месяцев, это 15, почти 16 процентов снижения веса, это, конечно, колоссальный результат. И здесь я предвижу просто самое, наверное, сложное в регуляции использования этого препарата, потому что стандарты моды будут заставлять людей с нормальным весом, с хорошим здоровьем использовать этот препарат вот у молодых девушек и так далее. Это, конечно, вот нужно очень будет жестко контролировать, потому что это действительно может быть опасно. Но эффект потрясающий, я согласна. И, наверное, нам надо переходить к следующей новости, которая не менее впечатляет, потому что мы давно ждали, когда же появится искусственная или, как сказать, натуральная поджелудочная железа, которая будет работать, которая будет трансплантирована и работать вместо поврежденной при сахарном диабете второго типа. И вот результат, который был доложен на Конгрессе. Прокомментируйте, пожалуйста, Любовь Викторовна. Ольга Николаевна, да, действительно, наверное, может быть, и эту новость стоило поместить первой, потому что это один из очень серьезных шагов к, возможно, даже к излечению сахарного диабета первого типа. Трансплантировать весь орган не представляется возможным, просто потому что клетки поджелудочной железы погибают очень быстро. Но уже достаточно давно, порядка 10 лет, идет речь о так называемых вакцинах, полученных из целовых клеток, для того, чтобы возрождать потерянные островковые клетки поджелудочной железы у пациентов с сахарным диабетом первого типа. И вот компания Vertex Pharmaceuticals, которая создает различные инновационные способы и препараты, в том числе занималась созданием вот такой вакцины стволовых клеток. И надо сказать, что это далеко не первая попытка. И каждый конгресс различные исходы обсуждались, но до вот этого года положительного эффекта достичь не удавалось. То есть в лучшем случае просто никакого эффекта не наступало. В худшем случае были проблемы с дальше восстановлением гликемического профиля у данных пациентов. А здесь, несмотря на то, что это всего 6 пациентов, но я хочу подчеркнуть, коллеги, что для подобного рода исследования это совсем немало, потому что это 6 реальных людей, которые были включены в это исследование, и они продемонстрировали, это компания по результатам исследования, возникновение эндогенной секреции инсулина. То есть мы понимаем, что эти клетки, они не просто были правильно введены, но они жили, они жили и заработали у этих 6 пациентов. Соответственно, наблюдалось улучшение гликемического контроля, улучшение времени в целевом диапазоне гликемии. А главное исход, да, то, к чему мы стремимся, это снижение выраженной дозы инсулина экзогенного, и у нескольких пациентов даже инсулин был отменен. Понятно, мы не заглядываем далеко вперед, за этим пациентом будут наблюдать, но это, безусловно, прорыв. Это просто огромный... Ну это, да, это прямо революция, потому что вот если этот путь правильный, и по этому пути дальше мы пойдем, и действительно он будет... Ну это, конечно, рано говорить, это, наверное, мечты, что это вот введение, может быть, при определенной там... Я не знаю, там, может быть, это должна быть ревакцинация, но если это пролонгированный эффект, действительно стойкий, стабильный, то есть мы вообще можем говорить об излечении диабета первого типа. Это вообще, конечно, ну настолько важно. Я думаю, что все сейчас, не только врачи, но и пациенты просто ждут с нетерпением, потому что это помощь огромному количеству людей, которые привязаны к инсулину. Поэтому давайте будем держать кулачки, чтобы это получилось все, и чтобы мы получили эффективную вакцину от диабета первого типа. Любовь, с которой переходим... Еще хотите что-то добавить? Да-да-да, я хотела сказать, что, может быть, это скоро войдет вообще в календарь каких-то вакцинаций, да, как мы сейчас вакцинируем. Да, мы с вами это мечтаем. Но это, вот знаете, я верю, что это скоро уже будет. Скоро мы будем излечивать, казалось бы, неизлечимые болезни. Вот, пожалуйста, что мы видим. Ну а теперь, наверное, вот то, что сейчас вы будете рассказывать, вот эту новость, в принципе, это новость, которую мы вообще-то хорошо знаем, потому что мы в гириатрии вот этот командный подход постоянно используем. И, Любовь Викторовна, сейчас вы будете говорить о совместном введении кардиологами-эндокринологами пациентов с диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями, да. А мы-то все время говорим, что когда к нам приходит пациент с множеством болезней, надо, чтобы сразу его смотрела команда. Не каждый врач отдельно, а вот сразу команда и сразу как бы вот этот такой многопрофильный и холистический подход. И вот, пожалуйста, доказательства, да, 43 кардиологические клиники в США использовали вот такой метод. И что получили, Любовь Викторовна? Ольга Николаевна, да, на самом деле очень приятно было читать эту новость, потому что движение «Знай диабет» сквозь сердце, да, «Знай его наизусть», если перевести на русский, это достаточно давняя коллаборация между двумя гигантами, АХА и ЭДА, и, в общем-то, они давно пытаются внедрить в практику именно такой подход наш, гириатрический. Но впервые на таком большом количестве крупнейших клиник кардиологических, то есть это практически клиники из всех крупных штатов, было это доказано и еще раз продемонстрировано, потому что действительно сложно, наверное, мне кажется, узким специалистам, не гириатрам, переключиться на понимание, что пациент должен сразу оказываться в центре внимания большой команды, и на самом деле так будет проще всем. И, конечно, что волнует эндокринологов и кардиологов, это различные макрососудистые осложнения у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Если мы говорим про наших пациентов гириатрических, то мы знаем уже, что в дебюте сахарного диабета они уже имеют эти осложнения, потому что период постановки диагноза сахарного диабета чаще всего затягивается, и это пациенты уже очень сильно коморбидны. И здесь еще что важно, что участники этого исследования, в общем-то, это гириатрические пациенты, средний возраст 70 лет. Поэтому здесь как раз вот именно понимание этой мультидисциплинарности было очень важно. И на что обращалось внимание? На то, чтобы пациентам своевременно назначалось лечение наиболее правильное, наиболее передовыми группами препаратов. Как уже вот несколько раз упоминалось и в предыдущих выпусках новостей, что, к сожалению, с пожилыми пациентами не всегда стремятся назначать самые новые, самые передовые препараты, пытаются идти по какой-то более классической схеме, хотя это не всегда правильный, точнее, всегда, наверное, даже неправильный. Поэтому оценивалась терапия высокоэнтенсивными статинами, АПФ или БРА, антагонистами натрия-глюкозного контрранспортера или агонистами глюкогоноподобного пептида-1. И главный исход – это была оценка спустя первые полгода от ведения мультидисциплинарной команды назначения всех трех групп необходимых препаратов. И что важно отметить, что в исследуемой группе действительно так и происходило. Понятно, что старт терапии не начинался сразу же с первого осмотра пациента, но и спустя год, да, в следующей точке, и еще что важно отметить, что у пациентов был follow-up, то есть наблюдение еще в течение года после запуска этого исследования, и, в общем-то, эта практика продолжалась. То есть она закрепилась, пациент был закреплен за командой, которая контролировала прием этих препаратов, конечно же, еще учитывалась полипрагмазия. И в пять раз чаще пациенты, которые попали в исследуемую группу, продолжали при динамическом наблюдении получать препараты всех трех рекомендуемых классов по сравнению с группой стандартного лечения. Так что наши гериатрические методы должны работать вообще в клинической практике везде, на самом деле. Чем раньше, тем лучше. Ольга Николаевна, к сожалению, вас не слышно сейчас. Извините. Да, Любовь Викторовна, давайте перейдем к следующей новости, которая тоже, мне кажется, довольно революционна. По крайней мере, мне, как не эндокринологу, она кажется просто прорывной. Это новый инсулин базальный, который вводится только раз в неделю. Это, конечно, для пациента с инсулинопотребным диабетом второго типа, а, наверное, и для диабета первого типа. Это прямо такая очень прорывная технология. Как вы думаете, Любовь Викторовна? Да, Ольга Николаевна, конечно, это тоже определенное спасение для пациента. Для врача, который хочет получить максимальную приверженность от пациента, потому что, если мы говорим про пациента со вторым типом сахарного диабета, чаще это комбинированная терапия. И бывает зачастую, что пациенты не хотят, забывают, специально пропускают свои инъекции инсулина, потому что все-таки у них есть и другой вариант терапии, и сохранена своя секреция. Но они, конечно, не достигают своих целевых значений гликемии. Это большая проблема. А для кого-то физически невозможно, если это пожилой пациент, делать инъекции самостоятельно. Кому-то приходят дети несколько раз в неделю, а каждый день кто-то не может им оказывать такую помощь. Поэтому чем реже мы вводим какой-либо инъекционный препарат, особенно если это пожилые пациенты, а при диабете второго типа и комбинированной терапии чаще это пожилые пациенты, тем лучше. Это первый в мире инсулин, который вводится раз в неделю. Раньше победным считалось введение инсулина один раз в два дня, то есть действующий инсулин на 48 часов – это инсулин дзиглюдек, а теперь появился инсулин, который удерживает базальный уровень гликемии еще дольше. И исследование ONWARD состояло из шести частей. Безусловно, оно началось с пациентов с сахарным диабетом второго типа на комбинированной терапии, потому что у них есть собственная секреция инсулина. Но самое главное для нас и для всей общественности медицинской, что последней завершающей частью исследования стало исследование на группе шестисот пациентов с сахарным диабетом первого типа. Конечно, был определенный риск, потому что не имея собственной базальной секреции инсулина, когда мы даем инсулин всего лишь раз в неделю, был риск не удержать оптимальные показатели гликемии. Но, несмотря на это, ИКОДЭК себя прекрасно продемонстрировал у пациентов с сахарным диабетом первого типа. Так что сейчас ожидается его окончательная регистрация в FDA, прохождение всех формальностей, потому что клинические испытания закончились буквально несколько месяцев назад, и уже внедрение его в клиническую практику. Да, очень хорошая новость. Опять хорошая новость. И следующая новость тоже прорывная, я считаю, потому что здесь речь идет о суперсовременных технологиях, о полногеномном секвенировании, омексных исследованиях. И, в частности, здесь речь идет об использовании полногеномного секвенирования уже в клинической практике, потому что тоже такого ведь не было. Мы, как правило, сейчас не используем полногеномное секвенирование в клинике. Это исключительно научные исследования. А здесь, посмотрите, возможность создать шкалы полигенного риска, которые будут рассчитывать индивидуальные риски. Это вот настоящий переход к персонализированной медицине. Да, Ольга Павловна, на самом деле очень приятно всегда для клиницистов, когда мы понимаем, что трансляционная медицина начинает работать в полную меру. То есть данные сверхсложных и, что скрывать, очень дорогих исследований, в том числе из омексной медицины, теперь все ближе и ближе к клинической практике. И если раньше полногеномное секвенирование проводилось больше для каких-то поисковых целей, для сравнительного анализа, то теперь мы уже смело можем говорить, что это инструмент для того, чтобы создавать конкретную карту, маршрутную карту, алгоритм действий для врача-клинициста. Потому что теперь даже в рамках сахарного диабета второго типа мы все чаще и чаще говорим о различных кластерах. И по клиническим и лабораторным данным мы достаточно легко этих пациентов разделяем. Но что же все же лежит в основе этих кластеров? Безусловно, это какой-то наследственный компонент. Поэтому, конечно, никто не возьмется утверждать, что омексные исследования войдут в рутину. Но данные, накопленные на большом пуле пациентов, позволят нам оптимизировать алгоритмы ведения пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа. И, возможно, сейчас уже давно речь идет о том, что классификация диабета сахарного будет, безусловно, пересматриваться. И, конечно, очень важно то, что вы уже упомянули, это создание индивидуальной шкалы риска. То есть, возможно, их будет много. Возможно, это будет не одна шкала, а не две, а может быть, несколько десятков шкал, которые будут подходить для определенной возрастной группы, будут разбиваться по полу, по сочетанию каких-либо признаков. Но тогда, да, и, скорее всего, это можно автоматизировать, но тогда мы можем, например, так же, как по калькулятору ФРАКС для оценки мизнекновения переломов, рассчитывать риски развития осложнений сахарного диабета. И, конечно, это будет очень большая помощь для врача-клинициста. Спасибо большое, Любовь Викторовна. Мне кажется, очень интересные новости мы сегодня услышали, многообещающие. И это такая, это вообще вот наука, мне кажется, у нее определенная, идет медицинская определенная траектория есть. Огромное вам спасибо за эти оптимистичные новости. Спасибо. Будем ждать прорыва, прорыва в реальной клинической практике. И, дорогие друзья, спасибо вам за внимание и до следующих встреч в наших новостях. До свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова